здравствуйте уважаемые коллеги меня зовут ольга воблова и сегодня мы поговорим с вами о резистентности конкретно о резистентности грибных патогенов к фунгицидам поскольку бывает всякая разная резистентность бактерий насекомых клещей сорняков и т.д. и т.п. сегодня мы говорим с вами о грибных патогенах в принципе понятие устойчивости что такое резистентность резистентность это устойчивость другими словами или если по-русски устойчивость любого организма к чему-то это приобретенное наследуемое снижение чувствительности в нашем конкретном случае гриба к определенному противогрибков агенту к фунгициду собственно говоря вот так если мы говорим про насекомых то к инсектициду если мы говорим про сорняки то к гербициду главное для нас с вами сегодня запомнить что это приобретенное и наследуемое снижение чувствительности это две основные точки которые нам нужно запомнить с вами устойчивости могут быть лабораторные их делают искусственно для чего их могут сделать искусственно чтобы понимать механизм возникновения скорость возникновения и как с этим вообще можно работать то устойчивость которой мы с вами чаще всего сталкиваемся это полевая устойчивость то есть то явление которое мы видим с вами конкретно уже в поле при применении фунгицида в принципе что такое устойчивость или резистентность так как говорят это природная устойчивость к чему бы то ни было самый такой яркий пример один из самых ярких примеров это человеческая популяция которая имеет устойчивость к лактозе в основном это европейские люди которые много тысячелетий кушали молоко и приобрели устойчивость или резистентность к лактозе далеко не все люди имеют эту устойчивость например японцы или китайцы там очень малое количество людей имеют эту самую устойчивость и для них молоко собственно говоря яд а для нас это для нас с вами для многих это пища прежде всего то есть соответственно это явление абсолютно нормально природная оно не возникло ни сегодня не сейчас оно с нами всегда было и все кто связан с селекцией или кто выбирает для себя сорт все знают про устойчивость сорта к чему-то к болезням каким-то к засухе или к избыточному увлажнению или еще к чему бы то ни было это тоже разновидность резистентности или устойчивости собственно говоря бояться этого явления не стоит она всегда была с нами и будет никуда но никогда не денется что нужно уяснить прежде всего что отсутствие эффективности чего бы то ни было фунгицида инсектицида не обозначает наличие резистентности для того чтобы установить этот факт нужно провести определенные исследования если мы не получили должной эффективности той которой мы хотели нужно понять правильно ли вы выбрали фунгицид против данного конкретного объекта правильно ли мы выбрали время его применения и правильно ли у нас настроено оборудование которым мы вносили этот самый фунгицид если же мы здесь ошибок не находим то возможно стоит подумать и о возникновении резистентности но просто так глядя в поле на неудачу сказать что вот эта популяция у нас устойчива к данному фунгициду ни в коем случае нельзя это неграмотно вывод о наличии резистентности делается только после специальных исследований и никаким другим иным способом какими методами устанавливается устойчивость патогенов к фунгицидами их вообще в принципе два они применимы к любым живым организмам но мы поговорим с вами сегодня конкретно о грибах и фунгицидах метод номер один основной который используется в первую очередь так называемое биологическое тестирование когда мы в чашках петри при разных концентрациях препарата выращиваем с вами гриб который нас интересует соответственно это должна быть среда на которой этот гриб может расти должен быть контроль контрольная чашка петри без препарата и соответственно препарат в разных разведениях от минимального до максимального тест на определение чувствительности или в другими словами его еще называют биометод проводят для грибов и разных концентраций действующего вещества зачем нам нужны разные концентрации действующего вещества вот если мы с вами вот так будем смотреть то сверху вниз то сверху минимальная снизу максимальное количество действующего вещества у нас будет контрольные чашечки эти чашечки в которых фунгицида нет гриб растет абсолютно нормально в этих чашках в идеале нужно иметь эти данные когда новый фунгицид новый класс фунгицидов выходит на рынок если мы имеем исходно эти цифры то мы в дальнейшем можем говорить с вами о сдвиге чувствительности если у нас этой цифры нет то сдвиге чувствительности мы сможем говорить только лет через пять тотальных наблюдений потому что разные популяции изначально могут иметь разную чувствительность к одному и тому же фунгициду поэтому со сдвигом чувствительности могут быть некоторые спекуляции если же у нас самой большой концентрации вот в сотне до при самом большом количестве фунгицида гриб все равно растет здесь мы уже можем говорить с вами о полной устойчивости популяции к данному фунгициду и здесь соответственно будут уже выступать и будут интересны другие методы исследования это уже будет молекулярный анализ если мы уже имеем с вами устойчивых устойчивые популяции мы можем найти те гены которые отвечают за эту устойчивость и в дальнейшем мы можем делать просто молекулярный анализ и в поиске это этих генов чтобы сказать да они есть этот конкретно гриб устойчив к данному фунгициду этот конкретно гриб неустойчив если их нет этих генов к данному фунгициду этот метод дороже но проще биометод он достаточно сложный достаточно трудоемкий но он дает показатели исходной чувствительности популяции что очень важно при длительном использовании фунгицида соответственно на примере циркоспороза сахарной свеклы вот такая таблица да мы должны описать полностью с вами популяцию откуда мы ее взяли когда мы ее взяли и соответственно мы получаем в зеленом фоне это мы получаем с вами чувствительные популяции то есть сколько у нас грибов которые не имеют этих генов которые отвечают за устойчивость оранжевое поле это соответственно в долях те патогены которые имеют эту устойчивость вот если вы посмотрите есть единица да единица так сто процентов то есть все грибы которые мы собрали с вами и исследуем они имеют ген устойчивости к ген устойчивости к стравилурина в данном конкретном случае вот таким образом это все делается соответственно если мы провели эти исследования мы можем с вами говорить что до устойчивость есть если мы этих исследований не делали то никакого права заявлять что наша популяция имеет устойчивость к тому или иному фунгицид мы с вами не можем чем хорош молекулярный анализ можно сделать географическое распределение патогенов но мы должны с вами обязательно знать какие фунгициды применялись здесь на данном поле и мы ищем гены которые у нас отвечают за устойчивость к конкретному классу фунгицидов нельзя сделать и либо мы делаем для всех 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 фунгицидов да и смотрим есть эти гены или их нету изначально когда мы проводим биотестирование сейчас когда выводится новый фунгицид на рынок и особенно новый класс в обязательном порядке проводится биотестирование для того чтобы понять какова исходная чувствительность большинства популяций к данному конкретному классу данному конкретному механизму действия для того чтобы в дальнейшем можно было судить происходит сдвиг чувствительности либо этого сдвига чувствительности не происходит это очень важный момент и опять классический пример практически как с молоком но теперь с более горячительным напитком все знают что есть популяции людей, которым нужно гораздо больше алкоголя, чтобы дойти до невменяемого состояния. Есть популяции, которым алкоголя надо совсем немножко, чтобы до этого самого невменяемого состояния дойти. Точно так же и с грибами, и с насекомыми. Есть популяции, которым нужно, грубо говоря, 10 грамм действующего вещества, а есть популяции, которым нужно будет 15 грамм действующего вещества Для того, чтобы добиться одной и той же эффективности, например, подавления 50% особей, ИСИ-50. То есть здесь тоже принцип работы один и тот же, что с людьми, что с грибами, собственно говоря. И когда мы знаем эту самую ИСИ-50, мы в дальнейшем можем с вами уже рассуждать про сдвиг чувствительности. И еще раз уточню, если мы исходно этой цифры не знаем, то говорить мы про сдвиги чувствительности можем только через несколько лет исследований одних и тех же популяций. Кто занимается этими исследованиями? В Европе, в Соединенных Штатах Америки, в Японии есть множество институтов, множество организаций, которые занимаются исследованием, изучением резистентности. У нас в стране с этим несколько похуже, но одна организация, она, собственно говоря, собирает все эти данные, все эти материалы, сама занимается всем этим и консолидирует это все и дает рекомендации. Это у нас организация под названием Fungicide Resistance Action Committee, но она не одна, она не одинока, организаций, которые занимаются резистентностью множество по всему миру. Что такое Fungicide Resistance Action Committee? Это, прежде всего, комитет, состоящий из ученых, который изучает, как формируется устойчивость, какие гены в этом задействованы, какова скорость формирования резистентности и каким образом нужно применять фунгициды, чтобы этой самой резистентности не наступила. В него входят представители крупнейших химических концернов и они, собственно говоря, спонсируют деятельность этой организации. Основная функция Fungicide Resistance Action Committee — это разделение фунгицидов по классам, по механизмам действия. То есть, когда выходит новое вещество, нужно понять, каков его механизм действия, к какому классу его отнести. То ли это новый класс, то ли это уже существующий класс. И, соответственно, как его применять, чтобы избежать формирования устойчивости к данному конкретному веществу. Составляются таблицы. Сейчас мы эти таблицы с вами рассмотрим, где учитывается несколько показателей. Это патогенный риск, то есть рассматриваются сами патогены, против которых мы применяем фунгициды. Агрономическая практика, с которой мы сталкиваемся или которую мы пользуемся в работе с данными объектами. Сами фунгициды, их механизмы действия. И, соответственно, из вот этих трех компонентов складывается вот такая таблица, которая оценивает риск возникновения резистентности. Сейчас мы на ней с вами подробнее остановимся, чтобы всем все было понятно. Это, собственно говоря, самое важное, что вы можете найти на сайте Fungicide Resistance Action Committee. И что для работающего агронома, собственно говоря, предоставляет самый большой интерес. Начнем мы с вами с патогенов. Это вот нижняя, нижняя, нижняя наша часть. Вот вы видите циферка 1, здесь 2 средний риск и 3, немного не там нарисовала, высокий риск. Соответственно, в группу с низким риском возникновения резистентности у нас входят почвенные грибы, почвообитающие, поскольку площадь их мицелия огромна. Воздействовать полностью на весь организм очень сложно. Их большое количество пропагул в почве всегда. Пропагул это то, что может дать начало жизни новому грибу. И мы воздействуем чаще всего на очень небольшое количество этих самых пропагул грибов. Вы видите тут резоктонию. И, собственно говоря, множество других почвообитающих грибов, они опять же будут относиться сюда. Сюда относятся ржавчины с полным циклом, потому что у них очень сложный цикл развития, собственно говоря. А матрица эта не является статичной. Исследования проводятся регулярно, и иногда можно увидеть переход одного гриба из одной группы в другую группу. Что, например, произошло с фитофторой инфестом, с возбудителем фитофтороза картофеля. Достаточно долго ее относили в третью группу с высоким риском. Но в итоге пришли к выводу, что не настолько быстро она формирует устойчивость, как, к примеру, парша-яблони. И перевели ее в группу со средним риском возникновения резистентности. В группе со средним риском мы видим с вами мучнистые росы. В группу с высоким риском относятся пераноспоры, то есть возбудители ложных мучнистых рос, прежде всего. Как я уже сказала, возбудитель парши-яблони, ботритис, он очень быстро формирует устойчивость практически ко всем фунгицидам. Если кому-то интересно, на сайте ФРАК есть эти таблицы, их можно открыть и каждого конкретного возбудителя посмотреть, к какому группе он относится. Ежегодно эти все показатели пересматриваются. Нужно смотреть последнюю, которую сможете найти, ту, смотреть табличку и нужно. Соответственно, наши с вами фунгициды, они делятся тоже на группы. Если мы начнем с первой группы, которая у нас внизу, то есть низкий риск. Сюда относятся фунгициды, так называемые с мультисайтовым действием, то есть те, которые способны подавлять несколько физиологических функций в клетке гриба. Классический пример это препараты меди. Используется больше 100 лет, уже скоро 150, и случаев устойчивости неизвестно, потому что медь коагулирует белок любой, без разницы какой. И, собственно говоря, устойчивость приобрести крайне сложно к данной субстанции. Сера сюда будет относиться, в эту же группу. И классические контактные фунгициды, такие как манкоцеп, хлоротоланил. Из известных у нас в стране уже, наверное, ничего и не осталось. Прежде всего нужно запомнить, что это препарат, который воздействует на несколько физиологических процессов в клетке гриба. Все остальные, которые относятся к среднему риску и к высокому, они воздействуют на какой-то один процесс в грибной клетке. Поэтому, соответственно, и резистентность к ним формируется быстрее. В группе со средним риском вы видите циферку 4. Эту цифру мы будем перемножать с единицей, двойкой и тройкой, которые вы видели внизу. И, соответственно, с агрономическим риском. Вот вы видите 1, 05, 025. И, соответственно, с помощью перемножения вы получаете цифру, которая внутри матрицы. К группе со средним риском возникновения устойчивости относятся так называемые ингибиторы синтеза стерина. Сюда относятся триазолы, имидазолы, морфолины. Это те вещества, про которые мы будем с вами сейчас говорить. И группа с высоким риском это стробилурины, бензимидазолы, всем хорошо известные у нас в стране. Все еще фениламиды это наш ридамил мифеноксам или протравители на основе мифеноксама. Все он относится в группу с высоким риском. Здесь вы видите цифру 6. Соответственно, нужно понимать, как мы работаем с этими грибами, с этими патогенами и с этими фунгицидами, чтобы в этой матрице получить искомую цифру. Вы видите, что если мы возьмем, к примеру, пироноспороз, ложную мучнистую росу, к примеру, ложную мучнистую росу подсолнечника, неважно, огурца, чего угодно, и мы захотим контролировать его фениламидами, фениламидами с вами, фениламидами. И ничего другого, к примеру, у нас нету, и мы еще и хотим, чтобы у нас как можно чаще данная культура возвращалась на этот участок, то мы присвоим цифру 1 данной агрономической практики и получим тогда цифру 18. То есть резистентность у нас возникнет достаточно быстро к данной группе, у этих грибов, к данной группе фунгицидов. Вот здесь с стрелочкой и отдельно вынесены из ДИЧАЙ карбоксамиды. То есть их никак не могут договориться, куда же их отнести, к какой группе. К группе с высоким риском формирования устойчивости, либо к средней группе. Исследования все еще продолжаются, и единого мнения на эту тему на этот счет нету, поэтому, собственно говоря, они вынесены отдельно за пределы таблицы. Что нужно понимать, что понимается под патогенным риском, да, прежде всего? Это, как мы уже сказали с вами, циклы развития гриба, прежде всего. Ржавчины классические, которые имеют два хозяина или больше хозяев, к ним, у них к фунгицидам устойчивость формируется гораздо дольше, чем у тех же ржавчин, у других ржавчин, да, у которых выпадают хозяева промежуточные. Потому что чем меньше культур, чем меньше изменчивость, тем, соответственно, выпадает целиком стадия, не просто хозяин, выпадает стадия развития, и, соответственно, цикл укорачивается, и вероятность возникновения резистентности резко повышается в таком случае. Этот момент нужно всегда помнить. Механизм размножения какой превалирует? Если есть половой способ размножения, то устойчивость будет формироваться намного дольше. К примеру, фитофтороз картофеля, поскольку у него всегда есть осенью половой цикл, и зимует половая стадия ооспора, к примеру, особи, сильно устойчивые к фениламида, к тому же мифеноксаму, они за зиму погибают, они неустойчивые, они плохо переносят низкие температуры. И популяция к весне снова выравнивается. Бывает и такое. Поэтому, собственно говоря, фитофтору перенесли из группы с высоким риском возникновения резистентности в группу со средним риском возникновения резистентности. Если у грибов половая стадия практически не задействована, такие, к примеру, как ботритис, то они в любом случае будут относиться к группе с высоким риском возникновения резистентности. Насколько популяция данного патогена изменчива? Если она сильно изменчива, например, по разным географическим зонам, то резистентность будет формироваться медленнее. Если она достаточно моногенна, то устойчивость будет формироваться быстрее. Миграции. Казалось бы, где грибы и где миграции, но мигрируют грибы прекрасно с токами воздуха на десятки тысяч километров. И, соответственно, если у вас сегодня нет устойчивой популяции, это не значит, что она к вам от соседей не прилетит. Этот момент тоже нужно учитывать. Есть грибы, которые, споры которых мигрируют на большие расстояния, те же ржавчины, а есть грибы, которые не мигрируют. И, соответственно, диапазон поражаемых культур. Если мы говорим про тот же ботритис, он поражает множество культур, развивается на множестве разных культур в разных условиях. Соответственно, условия для возникновения устойчивости тоже могут возникнуть гораздо чаще, чем, например, у желтой ржавчины пшеницы, к примеру, или у того же циркоспороза сахарной свеклы. Циркоспороз сахарной свеклы поражает не только сахарную свеклу. Достоверно известно, что он поражает сафлор, поражает все растения рода бет, тот же мангольд листовую свеклу. И есть сорняки, которые он поражает. Соответственно, здесь тоже такой момент, что он может быть на разных культурах, испытывать на себе разные агрономические приемы или условия дикой среды. Соответственно, вот он отнесен в группу со средним риском возникновения устойчивости. Агрономические риски. Здесь прежде всего нас интересует в данном аспекте то, сколько мы фунгицидов применяем, какие мы фунгициды применяем, сколько нам нужно обработок прежде всего. И система земледелия. Прежде всего, монокультура, либо севооборот есть у нас нету. Если у нас, соответственно, там ботритис или белая гниль, которая поражает массу культур склеротиния, то, соответственно, какие культуры у нас в севообороте, насколько часто мы используем те культуры, которые не поражаются данными грибами. И, соответственно, сколько обработок мы применяем за сезон фунгицидами. Если мы говорим про ту же склеротинию, на какой-нибудь спаржевой фасоли это может быть три обработки, а на подсолнечнике больше одной никто делать не будет, к примеру. Поняв, каков у нас грономический риск при работе с тем или иным патогеном, нам остается понять, к какому механизму действия относится фунгицид, с которым мы собираемся работать с вами. И это отдельная большая тема, мы рассмотрим ее с вами в следующем занятии.